Достоин тоже победы, но, к сожалению, проиграли. Спасибо, удачи в Питере. Посмотрим, где будем играть. Какой номер ты выберешь? Тоже? 33-й, в любой команде выберу, наверное. 33-й? Как бы с Прохоркиным составом, Челябинская боль. Ктось? Прохору, да, хорошо знаю. Давай увидимся в Сазарске на сборе. Привет. Прошлой ночью вратарь Рейнджерс Игорь Шестеркин пропустил 5 шайб и был освистан болельщиками Питсбурга. Зато наш голкипер – один из трех претендентов на визину трофе. А его дают по итогам регулярного чемпионата. Так что ничего страшного. Была надежда на то, что нападающий Сан-Хосе Александр Барабанов вернется в КХЛ. Но накануне он подписал двухлетнее соглашение с клубом. А Антон Бурдасов получил 3 года от «Трактора». Наш выиграл. «Трактор» заключил трехлетний контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Причем он становится самым дорогим хоккеистом клуба. Но это и понятно. В нынешней ситуации менеджерам некуда деваться. Ведь все чешские форварды не приедут в следующем сезоне. Антон вел переговоры с питерскими армейцами, где выступал последние сезоны. Но там предложили в три раза меньше. Удалось поговорить с Романом Ротенбергом на эту тему. Мол, как же вы, зная, что с иностранными форвардами будут серьезные проблемы, фактически выключаетесь из борьбы за бомбардир, на счету которого 42 балла в 41 встрече регулярного чемпионата. Главный тренер питерцев напомнил плей-офф, когда в самой важной серии против ЦСКА Бурдасова не было видно на площадке. У него в противостоянии с москвичами всего 1 плюс 1, а именно по кубковым играм и оценивают истинный потенциал хоккеиста. Кроме того, последние три игры финала конференции Бурдасов заканчивал с отрицательным показателем полезности. В чем-то Роман прав. У Антона есть один кубок, но он был выигран в сезоне 14-15, когда в питерском клубе было столько крутых нападающих, что он был в третьем звене и не определял исход матчей. Но в сезонах, когда на Бурдасова делали ставку, команды ничего не выигрывали. Возможно, сейчас все изменится. Снайперский талант Антона плюс система Челябинского клуба принесут результат. Но система была и в СКА, а Бурдасову позволяли все, только отдачи в плу-офф не было. Так что не стоит торопиться поздравлять клуб и болельщиков трактора. Да, взяли с рынка сильного форварда, но мысль, они переплатили ли, надолго поселиться в головах руководства и тренеров. Нападающий Иван Фищенко возвращается в Россию после сезона в Белоруссии. Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2015 года подписывает контракт с Бураном. А еще один знаменитый защитник Николай Белов будет в следующем сезоне выступать за Сокол. Если бы еще в ВХЛ лимит на возрастных игроков отменили, то этот турнир был бы популярнее всех в мире. СКА сохраняет защитника Игоря Ожиганова и дает ему четырехлетнее соглашение. А голкипер ЦСКА Иван Федотов все-таки подписывает контракт с Филадельфией. Братарь Иван Федотов подписал годичное соглашение с Филадельфией. Обладатель Кубка Гагарина был выбран летчиками на драфте 2015 года, но появился за океаном только сейчас, когда в России добился всего. Понятное решение хоккеиста, логичное. К Ивану никаких вопросов. В конце концов, через год можно и вернуться. Причем он не потеряет в деньгах, даже если провалит сезон за океаном. Но ничего нам не помешает порассуждать. А есть ли перспективы у Федотова в Северной Америке? У Ивана был отличный год. Он поиграл в финале Пекинской Олимпиады, наверняка станет лучшим голкипером сезона в России. У него кубок. Но это был такой первый удачный сезон в карьере. При этом успеха он добился в системных коллективах. Никто же не будет отрицать, что количество опасных бросков по воротам ЦСКА гораздо ниже, чем у остальных команд. А как играла сборная, вы все помните. Преступлением считалось пойти в атаку. Кстати, когда наша команда побежала вперед, то Иван проиграл в Чехии, напускав много шайб. Вы понимаете, к чему веду? Есть опасения, что мы наблюдаем эффект вратаря при Петре Воробьеве. В Ладе всегда были отличные голкиперы, которые провалились в других командах, так как такой системы обороны не было ни у кого. Есть опасения, что Федотов как раз попадает в эту категорию. Он хороший голкипер, но чтобы стать крутым в НХЛ, нужно быть лучшим. Не всегда это работает, но чаще всего именно так. В Филадельфии практически нет вратарей, которых нельзя подвинуть. Харт не спасает, нет никого серьезного в фармклубе. Но и флайерс не попали в плу-офф, а их оборона была очень плохой. Так что российский вратарь пошел на рискованный шаг. Но право попробовать он заслужил. Первая потеря у Металурга. Защитник Михаил Пашнин подписывает соглашение со СКА. Но кто в Магнитогорске всерьез верил, что удастся сохранить всю команду? И последнее. Лучшим арбитром КХЛ прошлого сезона становится Сергей Беляев из Воскресенска. Для него это первый золотой свисток в карьере. И судя по его работе, он еще возьмет несколько призов. До свидания. Иван, кубок не брали еще, да? Уже брал. А, ну все нормально тогда. Все, уже подержал, уже все, уже поднял, показал.